Всем доброго времени суток. Хотел бы поздороваться с представителями цыганской национальности, также с представителями русской национальности и отдельно поздороваться с жителями города Коркино, Челябинской области. Хотел бы отметить, что прошло совещание губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича по ситуации в городе Коркино. И сейчас хочу, чтобы вы посмотрели небольшой кусочек данного совещания, буквально несколько секунд, основные сова. Смотрим. Какие выводы можно сделать уже сейчас? Первое. Проморгали, откровенно проморгали конфликт с национальным оттенком. Надо это честно признать. Ни местная власть, ни профильная структура, правительство региона, ни правоохранительный блок вовремя не выявили накопленные проблемы, не купировали их. Тут вопрос, коллеги, ко всем, но главный вопрос, конечно, к власти на местах. Вы это видели проблему? Вы с ней работали? Где профилактика? Где конкретные действия? Хотел бы сразу сказать большое спасибо Алексею Леонидовичу за правильные слова, за правильную оценку ситуации, которая произошла в городе Коркино, Челябинской области. Да, это действительно конфликт с национальным оттенком. Большое вам спасибо за справедливость и за вашу правду. Также хотел отметить, что Алексей Леонидович дал указание разобраться в ситуации в городе Коркино, снизить, так скажем, вот эту напряженную обстановку, которая была создана по этой ситуации. И со своей стороны, как президент общественной организации по защите прав и законных интересов цыган, талантливая рома, зовут меня Глушков Сергей Александрович, готов всеми ресурсами содействовать данному указанию. Моя организация по России самая большая, более 7 тысяч участников, и мы всегда готовы к любой помощи. Наша главная задача – это не допустить разжигания межнациональной розни. Неважно, в каком регионе это происходит, неважно, между какими национальностями, главная задача – не допустить, чтобы было разжигание межнациональной розни, были межнациональные конфликты. Также официально от имени организации «Талантливая рома» поступит обращение на имя губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича, в котором мы просим разобраться в ситуации, которая возникла в городе Коркино. Естественно, первая ситуация – это подтвердить виновность убийц. Они виноваты, не они виноваты. В случае, если виноваты они, привлечь их по всей строгости закона. Также разобраться в действиях по беспорядку, который был устроен в городе Коркино. Сжигались дома, переворачивались машины. Соответственно, найти виноватых и наказать их по всей строгости закона. Потому что такие беспорядки, более по национальному признаку, не должны происходить на территории Российской Федерации. И те, кто принял участие в таких беспорядках, должны быть наказаны по всей строгости закона. Для чего это? Для того, чтобы вот такие беспорядки больше не повторялись. Что значит оскорблять по национальному признаку, призывать к убийству, поджигать дома, переворачивать машины, разбивать окна в домах, угрожать и за это не понести ответственность? Но если люди не понесут за это ответственность, это говорит о том, что власть дает разрешение проводить такие беспорядки. Что можно прийти, сжечь, убить, разбить, угрожать. И за это ничего не будет. Мы живем в правом государстве, где действуют законы Российской Федерации. Если человек виноват, то он должен быть наказан по всей строгости закона. Но не должен устраиваться самосуд, тем более суд Линча. И соответственно, те люди, которые устраивают самосуд, они сами совершают преступления. И также должны быть наказаны по строгости закона. И мы будем добиваться того, чтобы понесли наказание все, кто участвовал в данном беспорядке. А именно те, кто кидал камни в окна. Те, кто поджигал дома. Те, кто переворачивал машины. Те, кто угрожали людям, семьям, живущим, которые вообще при этой ситуации ни при чем. Но к ним пришла толпа, начала им угрожать, бить окна, поджигать дома, переворачивать машины. Все эти люди, кто устроил беспредел, должны понести ответственность за свое содеянное. Правовым государством по-другому быть не может. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Вы что думаете, представители цыганской национальности не убивают? Убивают. И целую семью убивают. И насилуют. И издеваются. Много всего происходит. Мы тут же обращаемся с официальными обращениями. Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, чтобы взяли под контроль. Мы расследовали данные преступления и призываем представителей цыганской национальности не устраивать беспорядки, не устраивать суд линча, а дать прохранительным органам разобраться и наказать по всей строгости законы виноватых людей. А теперь перейдем к жителям города Коркино, Челябинской области. Хочу сказать спасибо вам за то, что вы посмотрели мое обращение к вам. Даже распространили его по телеграм-каналам, по социальным сетям. Есть те, кто меня поддерживает, говорят, что я правильно говорю и отношусь к этой ситуации. Кто-то говорит, что неправильно, не поддерживает меня. И вот для тех, кто говорит, что я неправильно высказываюсь, хотел бы ответить вам на несколько вопросов, которые вы пишете. Один из основных – ты русский, но ты поддерживаешь цыган. Да, я не цыганская национальность. И я никогда не говорю, что все цыгане – это святые люди. Конечно же нет. Так же, как не могу сказать ни про одну нацию, что эта нация вся святая. Есть как хорошие люди, так и есть плохие люди. Как говорится, не бывает плохих наций, есть плохие люди. И я иду не за цыган. Я иду за справедливость. Потому что в нашей жизни справедливости стало намного меньше, чем было раньше. И да, моя организация по защите прав цыган. Но хочу сказать, что в моей организации много и русских сотрудников – это юристы, адвокаты. Много и русских участников общественной организации. И оказываем помощь мы не только представителям цыганской национальности, но и представителям других национальностей. И русским точно так же. Есть обращения, которые мы никогда не проходим мимо. Мы всегда стараемся оказать помощь по всей мере нашей возможности. Вне зависимости от национальности. Я простой человек. Обычный человек такой же точно, как и вы. Поэтому говорю с вами на нашем родном русском языке. Да, я президент общественной организации. Я президент руководительного фонда. Я так же точный человек. И хотел бы с вами сейчас поговорить с жителями города Коркино, Челябинской области. Ну, простыми словами. Чисто по-человечески. Еще раз повторюсь. Есть несправедливые люди. Они присущи любой нации. Я не выступаю, еще раз повторюсь, ни за одну, ни за другую нацию. Я выступаю за справедливость, за то, чтобы не было беспорядка, не совершались самосуды. То есть, все должно быть в рамках закона. Еще комментарии пишут, что цыгане не участвуют в СОО, не служат в армии. Я уже в прошлом видео говорил, еще раз повторюсь. Представители цыганской нации наравне со всеми нациями, проживающими на территории Российской Федерации, сейчас находятся в зоне СВО и служат в армии точно так же. Есть и герой среди представителей цыганской нации. Один из них, кстати, проживает в вашей Челябинской области. Герои СВО, которые проживают в Челябинской области, проживают и в других регионах Российской Федерации, представители цыганской нации. Их очень много. И точно так же, как и другие нации, проживающие на территории Российской Федерации, представители цыганской нации отправляют благодарительную помощь на СВО, покупают то, что необходимо в зоне СВО. И в ходе того, что и машины покупаются, представители цыганской нации отправляются на СВО. Как любой гражданин Российской Федерации, сейчас так же цыгане, помогают всем, чем могут в зоне СВО. А еще мне пишут комментарии, что вот ты сидишь там в Москве в своем кресле, и ничего не знаешь, что здесь происходит. Хочу сказать так. В общем, я знаю, что происходит в цыганском мире. Хочу к вам обратиться, чтобы вы, скажем так, вот эти разбили стереотипы в отношении представителей цыганской нации. Не надо всех, как говорится, чесать под одну гребенку. Есть люди плохие, есть люди хорошие в любой нации. И хотел бы еще сказать, что в любом случае должны получить ответственность за свое содеянное те люди, которые устроили вот это беспорядки и вот этот вот беспредел в городе Коркино, Челябинской области. Потому что если этого не произойдет, тогда мы получим на территории России вот эти вот межнациональные очаги, которые могут привести к дестабилизации обстановки внутри страны. А это недопустимо в любом случае. Со всеми прощаюсь. Всем добра.